здравствуйте дорогие друзья с вами я ольга лушакова и наша программа планы на жизнь сегодня у нас необычная тема разговор пойдет о сохранении фертильности и у нас сегодня в гостях врач репродуктовых кандидат медицинских наук потапов михаил и управляющий партнер компании креотопси даренко наталья очень рада приветствовать вас в нашей студии добрый день друзья спасибо и конечно же первый вопрос что такое фертильность и что такое сохранение фертильности и вопрос к михаилу спасибо ну собственно все несложно фертильность это способность человека где-то рождению но и когда мы говорим о сохранении фертильности мы говорим о сохранении этой способности и мы наверное должны в этом смысле рассматривать две группы пациентов это пациенты которые хотят сохранить фертильность точки зрения социальных каких-то причин ну когда деторождение отложено и пациенты которые хотят сохранить фертильность в силу перспективы противоонкологического лечения то есть лечение которое может безвозвратно способствовать утрате фертильности то есть утрате возможности утрате возможности иметь собственных детей и кто эти люди это и мужчины и женщины могут быть да конечно конечно это и мужчины и женщины это могут быть и достаточно молодые люди подростки каким образом вообще это происходит кто говорит об этом как это у нас вообще в россии складывается на данный момент конечно проблема в том что очень мало информации сейчас ее стало чуть больше но в целом все равно мало и мало специалистов которые ты информацию активно доносят до людей в частности пациенты с онкологическими заболеваниями попадают безусловно на прием к онкологу рано или поздно и дальше как правило начинается лечение онкологического заболевания и тема сохранения фертильности крайне редко поднимается и вообще утрачена возможность даже даже если вернуться к этой теме если прошла химиотерапия прошла операция какая то возможности все но шансы они естественно минимизированы шансы уменьшаются к сожалению до стечения времени уменьшаются шансы с возрастом прежде всего уменьшаются шансы с связи с тяжестью противоонкологического лечения его длительностью и так далее а вот и объемом а вот в само понятие сохранение детородности правильное выражение сохранения деторожде способности где то рождение как это что это значит мы сохраняем что именно вот мужчины женщины в каком мы где-то сохранение мы сохраняем прежде всего половые клетки либо мы сохраняем продукт слияния половых клеток то есть эмбрионы еще мы можем сохранять ну, в частности, ткань яичника, где находятся фолликулы и где находятся те самые половые клетки и циклетки. Люди, которые заболели онкологией, вот их первые онкологическим заболеванием, вот их первые шаги, они знают о том, что у них есть такая возможность сохранить свою детородность, да, и первые шаги их, консультация с онкологом или репродуктологом. Как это происходит вообще для таких людей? Ну, безусловно, первое и самое необходимое для них – это консультация онколога. То есть это, конечно, основное заболевание, которое требует лечения, и часто достаточно нужно быстро принять решение, быстрее начать это лечение, чтобы человека спасти. Это, безусловно, приоритетно. Дальше ситуация может разворачиваться по-разному. Если онколог на этапе такого обращения всё-таки даст первичную информацию человеку или даст ему возможность проконсультироваться с репродуктологом, ещё лучше совместная консультация онколога и репродуктолога, тогда шансов сохранить способность деторождения намного больше. А в процессе, вот если уже принято было решение, онколог сказал, что да, можно это, репродуктолог посмотрел, обследование провел, тоже можно. Дальше вот начинается вот этот сам процесс сохранения фертильности, да? Взаимодействие онколога и репродуктолога на этот момент есть? Да. Взаимодействие онколога и репродуктолога теснейшее должно быть, и иначе мы, скорее всего, навредим пациенту. То есть, должно быть абсолютно чёткое взаимодействие в том смысле, что онколог с репродуктологом должны обсудить, какие есть возможности применения, ну, скажем, гормонов для стимуляции, какие есть возможности по срокам, как быстро это можно делать и нужно делать. То есть, этот процесс, он под таким очень пристальным контролем происходит, самого онколога, не только репродуктолог, но онколог участвует в каждом этапе. Безусловно, да. Наш опыт работы с такими пациентами – это всегда очень плотное общение с онкологами. А есть случаи, которые вам вот запомнились, вот отложились в вашей памяти? Наверное, это самые первые случаи, да. Они, конечно, отложились в моей памяти, потому что это был некий первый опыт, и это по вполне понятным причинам осталось в памяти. Волновались. У меня была пациентка, да, волновались все, и я волновался тоже, и, безусловно, мы изо всех сил хотели это реализовать. И пациентка, которую я очень хорошо помню, у нее в результате обследования был поставлен диагноз, требующий радикальной хирургии, то есть удаление половых органов. И мы… Рак чего был у нее? Там был рак яичников, но мы… Нам удалось сохранить ее клетки, и дальше мы реализовывали уже программу с привлечением суррогатной мамы, но мы выполнили размораживание яйцеклеток, выполнили оплодотворение и выполнили перенос эмбриона суррогатной маме. В итоге семья обрела ребенок. Один ребеночек? Да, один ребенок. Мальчик, девочка. А я помню, что это был мальчик, да, но, собственно, когда деторождение было реализовано, мы поняли, что есть смысл этим заниматься. Да, 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 дрожжи, вот прям. Для меня это особая, конечно, тема. А еще вот случаи с мужчинами какие-то, вот, ну, вообще чаще всего с каким онкологическим заболеванием приходят люди, вот, вот чаще всего к вам обращаются? Очень, очень по-разному. Во-первых, это не очень большое количество пациентов, диагнозы могут быть совершенно любыми, но речь идет не о диагнозе онкологическом, а речь идет о возможности для человека сохранить половые клетки. И если ему об этом рассказать, тогда его картина, вообще картина, его мироощущение немного меняется, даже несмотря на довольно серьезный диагноз. Да, даже для здорового, потому что мы никто не застраховываем, мы не знаем, что будет через 3-4 года. Никто не ждет этого заболевания абсолютно. Безусловно. И даже для здорового человека эта информация, наверное, является важной. Это не только там социально, как вы сказали, вот, семья не готова сейчас ребенка сделать, а потом может быть поздно, да? Да. А вообще просто для здорового человека готов, не готов, на всякий случай, на всякий случай. Тем более, что это... Ну, вот в сообществе репродуктологов это пока дискутируется, да, есть ли смысл выполнять замораживание клеток на всякий случай. Да. То есть есть очень разные мнения по этому поводу, и они принадлежат довольно опытным врачам с большим-большим-большим опытом работы. Вот мнения разные, и они связаны, прежде всего, с возвращаемостью этих пациентов за своими замороженными клетками. Это, во-первых. Во-вторых, довольно трудно бывает вот привести аргументы, достаточные для того, чтобы люди заморозили клетки, даже несмотря на всю сложность нынешней жизни и сложность личных взаимоотношений, и сложности браков, отложенного где-то рождения. Все равно люди, которые здоровы, ну, убедить их бывает трудно. Наталья, вот расскажите, с чего вообще начинается сохранение фертильности, чтобы подойти вот уже к этому процессу. Человек там получил, ну, не получил, а принял решение для себя, что вот он должен обязательно оставить свой биоматериал. С чего это начинается, процесс? В целом, процесс начинается непосредственно с знакомства с врачом-репродуктологом, для того, чтобы можно было бы, или гинекологом, для того, чтобы можно было бы понять на этапе, какой у меня сейчас статус моей репродуктивной системы, да, какие у меня есть отклонения или какие у меня нет отклонений, да, согласно там определенному спектру обследований. Это есть очень базовое исследование, например, там, УЗИ, фолликулов, яичников для того, чтобы определить фолликулярный запас, и в том числе сдача небольшого гормонального обследования, которое позволит врачу уже непосредственно говорить с пациентом, какие есть возможности, да. То есть изначально человек определяет для себя, я хочу сохранить свой биоматериал. И первое, что он должен сделать, он должен записаться на прием к врачу-репродуктологу. Неважно, это может быть поликлиника, это может быть частная клиника. Первый шаг – это запись к врачу-репродуктологу, чтобы понять возможности. Есть у него такие возможности или нет. А дальше вот возможности есть, репродуктолог сказал, да, у вас все в порядке. Дальше что? Дальше вступает непосредственно программа заморозки. Ну, как мы говорим, либо это отложенное материнство, либо это программа по сохранению фертильности для онкологических пациентов. Даже вот компания «Триотоп» создавалась на базе моих интересов. Изначально мне было интересно сделать эту программу отложенного материнства, о которой я услышала впервые, на самом деле, прочитав в «Форбсе» о том, что существуют такие технологии в Америке. Прочитав про технологии, решили... Решила это осуществить на территории Российской Федерации. Я долго изучала этот момент, где это можно сделать, как это можно сделать. И пришла к выводу того, что сделать это можно буквально в любой клинике, которая занимается экстракорпорным плодотворением. Но самый большой вопрос, который возник позже, а как сохранить так свой биоматериал, чтобы когда ты к нему вернёшься через 5-10 лет, что это будет именно твой биологический материал. Поэтому, когда я эту тему начала более глубоко изучать, я поняла, что есть ниша, в которую можно войти, которая была бы интересна большинству молодых девушек, которые задумываются даже подсознательно о том, как решить вопрос деторождения, если у меня сейчас для этого не хватает каких-то пазлов. Ресурсов не хватает. Да, это могут быть финансовые какие-то, это могут быть... Карьера. Да, то есть это какие-то пазлы, которые не позволяют тебе сейчас... Спорт, танцы, всё что угодно. Да, решить именно сейчас кардинально этот вопрос. В связи с этим и появилась компания Криотоп. А можно вернуться к нашему изначально вопросу о том, как подойти к сохранению фертильности? Врач-реподуктолог проконсультировал, обследование провели, получили яйцеклетку. Нет, получили заключение о том, что сейчас нет никаких противопоказаний для проведения этой процедуры. И дальше начинается гормональная стимуляция непосредственно яичников для того, чтобы получить как можно больше здоровых яйцеклеток для дальнейшей заморозки. Если мы говорим о социальной заморозке, здесь задача получить максимально возможное количество. А если это онкологический пациент? Если это онкологический пациент, то здесь получить на том базисе, и который есть статусе у пациента, получить вот то необходимое количество яйцеклета, которое позволит пациенту через некоторое время к этому вернуться. А вот заморозили эмбрион, допустим, эмбрионы заморозили онкопациента. Какие варианты? Ведь многие могут опасаться там потом. Это, наверное, вопрос больше к Михаилу. Да, какие варианты? Вот здесь есть эмбрион, человек прошел лечение, химию, может быть, лучи что-то удалили, операция была. Какие варианты у пациента, вернувшись уже к здоровой нормальной жизни, есть для того, чтобы вот этот эмбрион стал ребенком? Да, я понял вопрос. Я чуть-чуть назад вернусь, дополняя Наталью. Я хотел сказать о том, что у пациентов с онкологическими заболеваниями задача получить, конечно, материал, ну, мы вот говорим о женщинах, у мужчины, повторяю попроще все, значит, у женщин получить яйцеклетки для оплодотворения или для замораживания. Конечно, это самая главная задача, но у них немного другая история. Нужно соизмерять вот это воздействие гормонально, силу стимуляции, да, с их заболеванием, с их рисками. Здесь нужно балансировать на грани вот минимального для них вреда, ну, и все-таки оптимального для оплодотворения и замораживания количества яйцеклеток. И получение. Дальше, если мы заморозили эмбрионы, здесь, собственно, продолжается взаимодействие с онкологом. Продолжается. Оно не останавливается на этапе принятия решения замораживания. Что же происходит? Нужно обязательно поговорить и посоветоваться репродуктологу с онкологом, прежде чем предложить пациентке дальнейшую программу. Либо это будет перенос эмбрионов ей, если это возможно и имеет какие-то маленькие риски. Либо это будет перенос эмбриона суррогатной матери, что, естественно, существенно более безопасно, немного сложнее и дороже, но зато безопаснее для пациентов. Если мы говорим о материале мужчин, замороженном, тогда реализация связана с размораживанием экулята, с получением сперматозоидов, оплодотворением яйцеклеток, получением эмбрионов и переносом эмбрионов в пластмасс. Здесь тоже могут быть очень разные программы, и все они вполне реализуемы современными методами вспомогательной репродукции, реализуемы абсолютно. И, в общем, с учетом успехов современной криобиологии, замораживание яйцеклеток, замораживание сперматозоидов и замораживание эмбрионов – это хорошо отработанные методы, которые весьма и весьма эффективны. Переживаемость материала очень высокая. Наверное, один из самых важных вопросов, которые будут интересовать наших зрителей – а сколько стоит эта услуга? И получение яйцеклетки, и ее хранение? Ну, я уже, наверное, говорила, и Михаил подсказывал о том, что для мужчин эта процедура глобально очень короткая, смог себе, да, вот заготовка биологического материала. Да, в целом, в среднем, где-то в рынке стоимость варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. У мужчин это занимает порядка 5 дней, потому что необходимо сдать основные анализы на инфекции, и после этого происходит сбор и заморозка биоматериалов. И все это за 15 тысяч вместе со сбором и заморозком? Да, да. Если мы говорим о непосредственно девушках, женщинах, то в среднем программа, ну, я называю это под ключ, чтобы клиент понимал, когда-то туда включены все этапы, да, это варьируется от 170 тысяч до 200 тысяч рублей. Вот, и если мы говорим о креоконсервации яйцеклеток, если мы еще добавляем эмбриологический этап, да, так называют профессионально, непосредственно уже получение эмбрионов, то где-то в районе от 210 тысяч рублей стоит такая программа. А сколько может храниться эмбрион или яйцеклетка, и что лучше выживает, ну, сохраняется? Я не знаю, корректен ли мой вопрос вот такого? Да, вполне, конечно. Конечно. Я начну с позволения. Значит, я уже частично сказал об этом, что современные методы креоконсервации или замораживания по-русски, они весьма-весьма эффективны. Ну, вот сейчас так называемая витрификация, она распространена в большей степени, так называемое быстрое замораживание, и этим способом замораживаются и яйцеклетки, и сперматозоиды, и эмбрионы, и яичниковая ткань. Переживаемость немного разная, но в целом высокая. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что после оттаивания сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов, мы вполне способны с ними работать, а самое главное, что мы можем это реализовывать в беременности где-то рожде. Переживаемость высокая. Но немного разная, если ее расположить там в порядке уменьшения, может быть, некоторого, то на первом месте сперматозоиды, и здесь им тоже повезло, на втором месте, наверное, все-таки эмбрионы, ну, и яйцеклетки находятся на последнем месте, я имею в виду, что они существенно более нежные создания, и относиться к ним нужно именно так. Но, тем не менее, весьма и весьма эффективное оплодотворение яйцеклеток после оттаивания, весьма эффективный процент, большой процент получения эмбрионов высокого качества, и довольно большой процент эмбрионов, у которых отсутствует так называемая анеоплоидия, то есть генетические отклонения, определяемые путем генетической диагностики. А в вашей практике, вот вы, самый длительный период хранения какой был? Я помню в своей практике хранения эмбрионов порядка 8 лет, это пациентка, которая реализовала там где-то рождение, и у нее в семье было после этого трое детей, но спустя вот 7 лет или что-то около того она решила, что все-таки этого недостаточно с мужем. Они решили, что есть смысл продолжать. И в итоге это реализовалось совершенно прекрасно. Еще двойню родилось, двое мальчишек, количество детей увеличилось, ну, то есть эмбрионы прекрасно себя чувствовали после оттаивания, и, в общем, не потребовалось никаких экстра усилий, чтобы добиться перенести. То есть все, 8 лет прошло, все воплотилось. Ну, надо, наверное, сделать ремарку, да, Наталья, я поддерживаю, что важно не сам процесс оттаивания, это, в общем, методика, которая просто должна четко соблюдаться, важно, кто как хранится материал, это очень важно. Но важно, чтобы материал хранился правильно, важно, чтобы за ним следили, важно, чтобы следили за условиями хранения и так далее. Ну, то есть это существенно важно. А давайте как раз вот об этом и поговорим. Чем отличается вот ваше, как это называется, криохранение, правильно я говорю? Криохранилище. Криохранилище, да? Чем отличается от того, что уже есть, да? Вот в чем ваша особенность? Ну, наверное, я выделю три основных пункта, если мы будем говорить о криохранилище, да, что является важными факторами для того, чтобы, когда ты возвращаешься, ты забираешь именно свой биоматериал, и, как бы, он размораживается, и он качественный, он в дальнейшем используется, да. Это достигается путем автоматизированной, полностью автоматизированной системы управления криохранилищем. Как эта ситуация относится к тому, как подписаны, как штрихкодированы пробирки, которые закладываются, да, безопасность. И, с другой стороны, как работает вся автоматизированная система по наблюдению за температурой хранения, за достаточным количеством азота, который позволяет поддерживать температуру минус 196 градусов, при которой хранится биологический материал. И, в том числе, мы, например, используем четыре уровня безопасности. Первое, у нас находится криохранилище на закрытой территории, охраняемой на территории Московского парка. В связи с этим туда доступ имеет только определенное количество людей, которые введены в базу. В дальнейшем у нас полностью автоматизирована система учета, сколько находится азотов, при какой температуре он сейчас текущий есть. И в случае, если происходит отклонение, например, возникает аварийная ситуация, то создана таким образом система, что криохранилище может в течение 30 дней автономно поддерживать температуру. Для того, чтобы, ну, как бы, немножко соприкоснувшись самостоятельно с этой процедурой, да, для меня было всегда загадкой. Вот мне сказали, мы ваш материал заморозили, мы его расположили. То есть я не вижу, что там происходит, да, как, где расположили, что означает индивидуальная ячейка, да, вот. А для меня это было некой такой загадкой. Поэтому мы в этом плане тоже, когда создавали компанию Криотоп, мы ее доработали, эту идею, и мы разработали мобильное приложение, которое позволяет клиенту участвовать в процессе хранения. То есть он видит текущую температуру, которая есть сейчас в Криобанке, он видит штрихкодированный свой биоматериал, который расположен в индивидуальной ячейке, и он может, как бы, ну, постоянно, периодически возвращаясь в свое мобильное приложение, видеть, что сейчас там происходит. Если приоткрывается, например, там ячейка, или она передвигается, или клиент может заказать нам транспортировку, то, например, это четко видно в автоматизированной базе о том, что биоматериал заказан на транспортировке, и в последующем, когда биоматериал перевезен, он исчезает, как бы, в своем мобильном приложении. То есть ты всегда можешь самостоятельно всем управлять через свое мобильное приложение. А как происходит маркировка пробирки? Вот все мы сдаем кровь, да, и мы видим, что при нас наклеивают вот этот штрихкод на пробирку. В вашем случае как это происходит? Это определенная программа, которая генерирует для каждой новой пробирки индивидуальный код. А это все в присутствии клиента делается или уже это... Нет, это выполняется непосредственно в эмбриологической лаборатории, где врач-эмбриолог непосредственно происходит наклейку. Но опять-таки в мобильном приложении, предположим, если у клиента есть несколько носителей биоматериала, то у клиента опять это отражается в мобильном приложении, несколько штрихкодов, которые у него будут заведены, он их будет видеть. То есть это можно, если семья большая, несколько человек сдали, и в общем у главы семьи это все хранится, где какие эмбрионы, ну да. Ну и в том числе мы используем достаточно очень современное криогенное оборудование, которое на текущий момент уже позволяет очень эффективно хранить биоматериал в сухой фазе. Ну, мы уже несколько раз на эту тему разговаривали. Сухая фаза – это непосредственно хранение биологического материала в парах азота. А обычно как это происходит? Чаще всего то, что используется в рынке, то, что вы сможете увидеть, это непосредственно хранение в жидком азоте. Вот именно в этом происходит отличие. Самый важный фактор – это в том, что в сухой фазе можно полностью минимизировать риск заражения одного материала от другого. В целом оборудование, которое мы используем, оно полностью соответствует текущей тенденции, которая есть по организации криохранилища в странах, в европейских странах, либо в США. То есть прежде чем человеку принять решение, где он может это сделать, он может вот для себя проанализировать. И у вас риски потерять эмбрион, риски того, что может что-то там приключиться с системой, и разморозится может система, они, их практически нет. Они минимизированы, да, практически до нуля. И плюс еще отслеживание эмбриона есть. Ну, то есть вот здесь, а вот что по ценам? Вы в рынке, что, как это в плане цены? Вот эта вот процедура, она доступна по цене? Цены такие же, как и везде? То есть вот человеку надо за это переплачивать, или это очень доступно? Вы знаете, с учетом того, что мы занимаемся непосредственно долгосрочным хранением, да, не кратковременно, мы имеем в виду долгосрочным хранением, в связи с этим мы предлагаем стоимость этой услуги, она у нас снижена по соотношению, например, с предложениями клиник ЭКО. В связи с тем, что мы понимаем, что если клиент обращается непосредственно к нам в креохранилище, это будет долгосрочное хранение. Это не будет хранение, например, на 1-2 месяца, это будет минимум, начиная от года и заканчивая 5-10 лет. В связи с этим существуют различные программы лояльности для этой возможной услуги. Для того, чтобы понимать порядок цен, например, стоимость хранения биологического материала мужчин от 6500 рублей в год. Если мы говорим об эмбрионах, это 8000 рублей в год. Женские яйцеклетки, это от 12000 рублей в год стоит. А вот в связи с этим, как бы, если говорить о стоимости, например, сравнивая стоимость на территории Российской Федерации, например, на территории США, мы глобально, у нас это глобально дешевле стоит. Хорошо. А вот, допустим, бывают же случаи, когда они возвращаются за материалом своим? Как в этом случае? Вы знаете, все регулируется на этапе заключения или помещения биоматериала в креохранилище. Это происходит на базе заключения договора непосредственно между креобанком и человеком, который передает свой биоматериал. Со стороны нас мы очень стремимся к тому, чтобы максимум объяснить клиенту или пациенту, какие у него есть возможности. И в договоре это прописано. Он, например, определяет судьбу самостоятельно своих эмбрионов, он нам предоставляет непосредственно в последующем заявлении, в котором указ, что он хочет забрать. Или, например, он хочет перевезти куда-то. Или он просит нас утилизировать. Либо он может, такая даже быть, поправка в договоре, что он может передать кому-то свои эмбрионы. Но все это происходит на базе воли изъявления клиента. То есть мы должны от него получить официальное заявление. Если клиент в последующем не возвращается, тоже есть предусмотренный пункт в договоре, при котором он извещен о том, что биоматериал будет утилизирован, если клиент не вернется. Ну вот подытожить можно тем, что, в принципе, для каждого человека, который даже посмотрел, услышал о том, что вот есть такие возможности, это, ну, очень важная тема. И вот занимаясь таким делом, ответственным, полезным, важным, что вы вообще чувствуете? Это, наверное, вопрос к вам обоим. И какие перспективы увидите в будущем для развития, вот, сохранения фертильности? Ну, для меня, например, очень важно, чтобы как можно больше людей узнали о таких возможностях. Чтобы это не было какой-то секретом, который они узнают позже. Ну, например, даже если мы будем брать и социальную заморозку, когда девушка потом в 38, там, в 40 лет узнает о том, что если бы она сделала, например, гриоконсервацию в яйцеклетах чуть раньше... В 25, например. Ну, например, да, то у нее бы сейчас не возникло бы сложности в целом с получением долгожданной беременности, ну, а с онкологическими пациентами это еще как бы агравируется, да, эта ситуация. Если бы мне кто-то рассказал до того, как я начал выполнять эту процедуру, да, то я, наверное, бы это сделал. И чем чаще я встречаю таких пациентов, тем больше я это слышу. Поэтому очень хочется, чтобы это вот от такой тенденции узнало как можно больше людей, потому что никто из нас не застрахован, что может произойти дальше с каждым из нас. Это да. А вы что скажете? Да, я думаю, это очень важно, то, что сказала Наталья. Ну, я чувствую, что я могу дать человеку надежду и могу попытаться сделать его счастливее в дальнейшем. И это, мне кажется, самое важное. И вот когда мы говорим о том, что люди не знают о такой возможности, никогда не слышали, надо изо всех сил стараться эту ситуацию развернуть в обратную сторону. И мне кажется, что об этом должны думать не только репродуктологи или их сообщество, но и, наверное, государство. Я скажу так осторожно. А в области государства как это можно? Мне кажется, что для пациентов с онкологическими заболеваниями наряду с возможностями противоонкологического лечения, которые поддерживают государство, наверное, им нужно подумать о том, чтобы предоставлять им какую-то поддержку в плане сохранения фертильности. Это важно. Человек, безусловно, дать Бог, выздоровеет, когда у него не будет онкологического заболевания. Но если у него при этом всё-таки будут дети, я думаю, он будет гораздо счастливее. Конечно. И я думаю, что он будет гораздо более полноценным членам общества. Конечно. Хочется полноценной жизни каждому. А после того, как пройдёшь такие испытания, её в этой жизни хочется ещё больше, а жизнь нам, конечно, дают дети. Вот радость жизни, наверное. Конечно, конечно. И мы должны сделать всё, что можно сделать для того, чтобы эту возможность человеку сохранить. Оставить ему надежду, кусочек счастья ещё дополнительный. Да. Вот мне кажется, когда мы думаем об этом, это придаёт нам силы. Да. Двигаться в дальнейшем. Ну, потому что постоянно приходится наталкиваться на стену. А мне кажется, ведь есть ещё у нас материнский капитал программы, да? Ведь каждая женщина имеет право на этот материнский капитал, потому что каждая женщина может стать мамой. И вот эта вот возможность использования материнского капитала должна, мне кажется, быть у каждой женщины в нашей стране, а не только у тех, которые могут самостоятельно забеременеться. А здесь тоже возможно. Это отличная идея. Отличная идея. Мне кажется, материнский капитал, если пошире посмотреть на это понятие, вот замороженные яйцеклетки – это едва ли не материнский капитал. Это и есть, да. И если можно использовать эти средства для того, чтобы сохранить фертильность, это было бы идеально. Пусть нас услышат. Те, кому нужно услышать. Это гораздо полезнее, перспективнее, чем, безусловно, хорошо, образование, детский сад и всё прочее. Когда в холодильнике машина и всё такое, понятно, что это плохо работает. Но вот возможность сохранить фертильность – это серьёзно. Это серьёзно, и это касается, в первую очередь, качества дальнейшей жизни человека. Мы имеем дело и с молодыми достаточно женщинами, с преждевременным истощением яичников. Мы имеем дело с молодыми мужчинами, у которых фертильность падает по разным причинам, вплоть до нуля, и получается, что мы опоздали. Ну или очень-очень трудно нам действовать в этих ситуациях. Если бы раньше, если бы было больше информации, если было бы больше возможностей, если бы это поддерживалось, ну, прежде всего, моралью общества и государством, то, наверное, мы преуспели бы. Я даже дополню, Михаила, по поводу некоторой статистики, да, текущего состояния, вот по данным Росстата, последним, уровень бесплодия среди пар, которые могли бы родить ребёнка, они составляют уже 15% на территории Российской Федерации. Это без всяких вот пока ещё... Это мы говорим о проблематике именно бесплодия, да, непосредственно. И статистика РАВЧ показывает, что в среднем на территории Российской Федерации количество выполненных протоколов, да, непосредственно... РАВЧ – это российская ассоциация продукции, да. В среднем растёт на 10% ежегодно. И государство на сегодняшний день тоже стимулирует, как бы увеличение количества протоколов по программам ОМС. Да. А почему бы не сделать и не упростить, да, и получать эту возможность в раннем возрасте, и давать возможность выбора, да, хочешь – делаешь, ну, не хочешь, там, может быть, в будущем... Да, собственно, базы уже существуют. Программы по квотам, там, по обязательному медицинскому страхованию существуют широко, наверное, на территории Российской Федерации. И это сотни программ, которые выполняют клиники, в том числе и частного характера, и государственные клиники. Просто пока, насколько мне известно, ОМС не покрывает сохранение фертильности, но мне кажется, что в руках нашего Минздрава и государства, и наших учёных эту ситуацию изменить. По сути, ведь благое дело. Ну, вот такая ситуация, она, наверное, для многих сейчас есть, ну, такой толчок, повод задуматься, что... Ведь у нас, может быть, гораздо больше счастливых людей, не просто излеченных, ещё и счастливых потом, да. Важно, мне кажется, задуматься уже об этом. Тем более, что онкология, она, в принципе, успешно лечится. Очень много людей, которые живут по многу лет, преодолевают все эти проблемы. Ну, сделать им ещё возможность стать родителем, мне кажется, ну, это чудо. Чудо для каждого. Да. А что бы Вы посоветовали, вот, к концу нашей программы, что бы посоветовали, что бы сказали нашим зрителям? Их больше всё-таки у нас людей, которые столкнулись с проблемами онкологического характера. Ну, мне хочется сказать нашим зрителям, ну, во-первых, конечно, пожелать им здоровья, да, и чтобы эти проблемы никогда не возвращались. И хочется пожелать им надежды и веры в свои силы, в то, что ситуацию всегда можно, ну, по крайней мере, попытаться изменить их лучше. Спасибо большое. Своей стороны, хотела бы поддержать Михаила и пожелать большого, крепкого здоровья. И долгих лет жизни. Да. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Мы постараемся как можно больше подобных программ для Вас создавать. Я думаю, что с Натальей Михаилом у нас первая встреча, но точно не последняя. Нам интересно будет пообщаться ещё и с онкологами вот на эту тему. Всего вам хорошего. Берегите себя, своих близких, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.